Всем привет! Будем стричь мужскую стрижку и буду очень подробно рассказывать, так что видео будет длинное. Я его разобью, наверное, на несколько частей, скорее всего. Итак, самое первое, что мы должны сделать, это сделать диагностику головы. То есть руками проглаживаем голову всю, запускаем руки, волосы и прощупываем весь кожный покров на наличие родинок, бородавок, каких-то шрамов, бугров, выпуклостей. В общем, чтобы понять нашу форму головы, какая она у нас есть. После этого определяемся со стрижкой, что хочет клиент. Как бы ему хотелось носить, прямо, на бок, налево, направо. Затем, тоже немаловажный момент, многие мастера этим пренебрегают. Перед тем, как посадить клиента в кресло, мы должны кресло установить параллельно зеркалу. И чтобы у нас подъемный механизм смотрел на нас. Нужно обратить внимание, да. Подъемный механизм кресла должен смотреть на мастера. Ни сбоку, ни спереди. Садят клиента и начинают потом беготня. Не могут поднять даже клиента. Вот посадили мы клиента в кресло. Затем мы должны поднять клиента так, чтобы он у нас был на уровне примерно солнечного сплетения. Для того, чтобы нам было удобно. Да, то есть мы, вот наша рука, вот она у нас должна быть по голове. То есть мы клиента приподнимаем так, что вот у нас на уровне. Это такая оптимальная высота. Далее укрываем пенюаром. Перед тем, как одеваем одноразовый воротничок. Застегивается он либо сбоку, либо спереди. Но ни в коем случае, как многие мастера не сзади. Если вы его закрепите сзади, он у вас в итоге все равно раскроется. И весь волос будет сыпаться за пенюар. Поэтому застегиваем его либо спереди, либо сбоку. Надели воротничок и одеваем пенюар. Перекидываем через клиента. Про мытье головы говорить не буду. Думаю, так всем понятно. Моем волосы после того, как сделали диагностику. Если мы в первый раз видим нашего клиента, если он у нас в первый раз кресло. Для чего нам нужна диагностика? Мы должны волосы прочесать. Именно ощупать нашу кожу головы, чтобы понять все нюансы наши. Начнем. Прикладываем расческу к краевой линии роста волос. И к границе теменной и височно-боковой зоны. И видим, что у нас форма головы имеет наклон вверх. То есть у нас нет как таковой трапеции. А у нас голова стремящаяся к валу. По затылку то же самое. Если мы также прикладываем расческу к затылку. И ее проворачиваем до теменной зоны. То видим, что затылочный бугор как такой у нас отсутствует. Это первый момент. И второй момент. Верхний затылок у нас уходит тоже вверх. Вот видно по направлению расчески. То есть в данном случае пролететь с формой стрижки очень просто. И мы будем задавать форму именно ту, которую нам надо. Выводить трапецию на височных зонах. Выводить трапецию на затылке. И опять же здесь. Почему я не стригу насадками. Потому что если взять насадку. И возьмете по форме головы. То у вас получится шикарное яйцо. И я именно эту модель видел. После парикмахерских. Там без вопросов.